Добро пожаловать. Для меня огромное удовольствие сегодня здесь быть. Меня зовут Джейн Лаковара. Сегодня я собираюсь рассказать вам об контроле и предотвращении инфекций и образовательной цели. Это обсуждение, почему люди с онкологией подвержены большому риску инфекции. Мы определим основные симптомы инфекции. Мы должны определить доказательное лечение для людей с инфекцией. И в конце мы должны обсудить, чтобы у вас развилось понимание быстрой помощи людям с признаками и симптомами инфекции. Одна из тех вещей, которые мы делаем как медсестры, мы все время учим наших пациентов в США, мы все время их образовываем, мы рассказываем их об их болезнях. У нас нет какого-то особого времени. Каждый раз, когда мы приходим, чтобы дать им лекарства, что-то ввести, это прекрасное время, которое мы используем, чтобы поговорить с пациентом и рассказать им, почему-то их научить. Онкологические больные, они иммуносупрессированы. То есть у них очень ослаблена иммунная система. И самое важное, что мы можем сделать, чтобы им помочь, это мыть наши руки много раз. Самое важное, что должен делать пациент, это тоже мыть руки. Еще одна вещь, которую мы учим наших пациентов, о том, почему они иммуносупрессированы, это избегать мяса, рыбу и яйца, которые недоварены, недожарены. Потому что это может вызвать солмонелла. Мы говорим, избегать каких-то растений, потому что в земле могут быть разные грибки. Избегать очень оживленных мест и постоянно мыться. Каждый день мыться, это очень важно. И это так важно, потому что если мы уменьшим количество бактерий на коже, мы уменьшим риск инфекции. Помните, что кожа – это самый большой орган в нашем теле. И также он первый барьер нашего иммунитета. Еще, чем мы фокусируемся в Соединенных Штатах, когда мы работаем с онкологическими больными, это вакцинация. Вакцинация может предотвратить вторичные заболевания, такие как грипп. Однако же многие онкологические больные не должны получать живую вакцину. Также есть вакцины, которые предотвращают брак, например, ВПЧ и гепатит. Мы знаем, что вакцина от ВПЧ может предотвратить 70% цервикального рака, просто поставив эту прививку. То есть это вакцинальное предотвращение рака. Мы знаем, что вакцина от гепатита также может предотвратить рак, который вызывается гепатитом. Одна из вещей, которую, я уверена, вы видели у очень больных, онкологических больных, это фибрильная нейтропения. И вчера, когда мы посещали Институт Петрова, мы посмотрели на ваших пациентов, и мы знаем, что вы тоже это видели. И мы знаем, как вы хорошо их лечите и как вы за ними ухаживаете. Но что касается фибрильной нейтропении, это жар, который внезапно возникает вместе с низким уровнем нейтрофилов. И мы знаем, что это повышает риск инфекции для пациента, особенно мы ищем жар выше 38 градусов, иногда кашель и боль в горле, озноб, также больное горло, какие-то сыпи, кровь в моче или же мутную мочу. И абсолютное число нейтрофилов ниже нормы. И это все означает, что у пациента может развиться фибрильная нейтропения. Кто же в группе риска? Чаще всего это пациенты химиотерапии и пациенты с костным мозгом. От 7 до 12 дней после прохождения лечения она может возникнуть. Фибрильная нейтропения – это очень, даже минимальная инфекция может стать летальной. Также мы знаем, что гипотологический рак и люди, которые подверглись пересадке костного мозга, но мы также знаем, что это может случиться у пациентов с раком какого-то одного органа. При нотропении у нас существуют разные степени, но мы очень беспокоимся о абсолютном числе нейтрофилов меньше 1500, а также сильной нейтропения меньше 500. Вы можете посчитать абсолютное число нейтрофилов самостоятельно. Вам не нужна лаборатория, это потеря времени. И как мы можем предотвратить фибрильную нейтропению? Первое, как обычно, как я и сказала, это мыть руки. Каждый раз, когда вы будете смотреть с пациента, когда вы заходите в палату, еще один способ – это введение колонно-стимулирующего фактора. Еще один способ – это введение антибиотиков. То есть пациенты, которые находятся в группе риска, это те пациенты, у которых может быть найдена болезнь печени, почек. Также мы знаем, что факторы у пациентов, которые достаточно мобильны, они тоже могут быть подвержены метропении. И также мы используем консультантов по прохождению, консультантов инфекционных. То есть, что мы делаем, это мы вводим колонно-стимулирующие факторы, пациентам, у которых риск больше 20%. Это те вещества, которые стимулируют производство красных кровяных целец в костном мозге, в печени и в почках. Наши собственные колонно-стимулирующие факторы, к сожалению, у онкологических больных не производятся. Поэтому мы их внешне вводим через кожу. То есть это по системе введения инъекций. Пациенты, у которых риск. Эти пациенты получают гематопоэтическую помощь. Но сейчас мы немного поговорим о предотвращении инфекции у хирургических пациентов. То, что мы изучаем в Университете Аризоны, и то, что мы поняли, это то, что мы это не делаем. То есть мы не делаем вещи, которые помогают предотвратить инфекции после хирургического уменьшательства. Первое, что мы должны сделать, то есть мы должны держать глюкозу крови достаточно высокой, потому что хирургическое вмешательство понижает. Мы должны прекратить все антибиотики в течение 24 часов. И также мы должны понять, что нужно оставить ту повязку, которую наложили после операции в течение 24 часов. Потому что та повязка, которую наложили в хирургических условиях, она стерильна. Однако, если эта повязка протекает, или если что-то случилось, мы просто накладываем дополнительную повязку на эту. Мы не беспокоим эту повязку. 48 часов после этого можно ее снять и сменить. То, почему у нас такая проблема, мы поняли это, потому что мы начали собирать информацию о наших пациентах. Мы стали контролировать сахар в крови. Мы заметили, что доктора иногда заходят в палату, слегка снимают повязку, смотрят. Меньше чем в течение 48 часов. И мы стали охранять своих пациентов, говорить, что мы будем следить за сахаром в крови и не позволим вам снимать повязку. И нам удалось очень сильно уменьшить инфицированность больных. Я понимаю, что у вас очень много колоректального рака, и у вас много операций. И одна из вещей, с которой мы столкнулись, как медсестры, у нас была колостомия или элистомия. Это из-за... Вот вы видите, у нас здесь картинка, то, что мы сдвинули. Стома не должна быть... Вот непосредственно там она может быть немножко сдвинута. Я передвинула стома. Вы видите, что они не контактируют друг с другом. Это еще один способ уменьшить инфекцию. Это то, что мы можем сделать как сестры. То есть мы две раны раздельно обрабатываем, раздельно сохраняем. Это очень большой вызов для нас, как для сестер. Вот так вот ухаживает за пациентом. Особенно если стома очень близка к шву. Еще немножко поговорю об очень серьезном риске для пациентов онкологических. И это центральный доступ. Мы посидели институт Петрова. Мы видели, вы не используете порты. Вы используете центральную линию. И очень важно понимать, что нужно всегда мыть руки, прежде чем вы наденете перчатки. Мы собрали информацию и увидели, что медсестры надевают перчатки, но до этого не моют руки. А это очень важно, мыть руки до стерильных перчаток. Еще мы используем хлоропереп для того, чтобы обрабатывать место. Это хлоргексидин и алкоголь. Мы 30 секунд очищаем. И мы оставляем, чтобы это 30 секунд высыхало. И время на высыхание так же важно, как и время на обработку. Повязка должна быть нетронутой, чистой. Я видела в вашем госпитале повязки, и они прекрасно выглядели. Мы должны также убедиться, что на всех катетерах есть колпачки, когда они не используются. Еще раз я возвращаюсь к общим тем же вещам, которые я говорила. Мы должны мыть руки, пациенты должны мыть руки, и они должны мыться каждый день. Мы выяснили, что если мы производим ежедневно обработку хлоргексидином, это уменьшает количество бактерий на коже. Это также уменьшает количество бактерий на центральном венозном катетере. Мы очень много и часто промываем. Мы используем антисептики. Мы используем только стерильные девайсы для катетера. Если повязка, которая находится на центральном венозном катетере, она под марлей, каждые два дня надо менять марлю. Вчера мы видели в Петрове, что используются клеенки, и хорошо их менять каждые семь дней. Но в России, если нет вот этих клеенок, то нормально использовать марлю, но ее надо менять каждые два дня. Также у нас есть чек-лист как для медсестер, так и для докторов. И постоянно держать в голове всякие вещи, потому что когда пациент болеет, и медсестра торопится, очень легко какие-то вещи пропустить. Еще одна вещь, которую нам надо сделать как с сестром, это постоянно защищать наших пациентов. Мы должны постоянно смотреть, видеть вещи, которые не полезны нашим пациентам. Что мы сделали в Соединенных Штатах? Это во время введения центрального катетера, если мы видим, что доктор нарушает технику стерильности, у нас есть право прекратить введение и попросить доктора снова начать, чтобы использовать все стерильно. Точно так же, если вы работаете с другой сестрой, и вы видите, что она не использует хорошую ацептическую технику, вы должны что-то сказать. Вы должны вступиться за своего пациента, потому что как медсестра, мы должны постоянно защищать наших пациентов. Это как раз те фотографии, которые я сделала в университете. Как необходимо сохранить повязки чистыми, сухими, интактными. И небольшая вот такая вот повязка, которая представлена справа. Это легко очень ее использовать. Это антимикробный пластырь, который предотвращает проникновение микробов в центральный катетер. Мы обычно обрабатываем с помощью хлоргексидина, снижаем количество, возможность инфицирования при выполнении инъекции. Сейчас мы немножечко поиграем ролевую игру. Что я хочу сделать? Это чтобы вы повернулись или обратились к тому человеку, который сидит с вами рядом, и сказать медсестре, что, например, вы видите, что инфекционный контроль не соблюдается там, где вы работаете, и нужно улучшить ту помощь, которую вы оказываете пациентам. А сейчас мы поговорим о иммуносупрессированных пациентах и те риски, которые у этих пациентов имеются. Прежде всего, мы поговорим о другой теме. Мы будем говорить о сепсисе. Мы знаем, что многие пациенты, онкологические пациенты, умирают не от рака, а умирают от сепсиса. У нас, мы обычно говорим, что наши пациенты умирают от рака, но это не так. На самом деле пациент не умирает от онкологии, а от сепсиса. И мы об этом поговорим сейчас, об этой проблеме. В Соединенных Штатах это ведущая причина смерти в стационарах, это сепсис. Это десятая ведущая причина смерти по всему миру. Частота возникновения сепсиса возрастает, и ситуация не улучшается. Сепсис приблизительно увеличивается на 1,5% в год. Сепсис не только летальное состояние, но также вызывает различные серьезные экономические проблемы, увеличивая стоимость лечения пациентов на 40% варит. На основании доказательной медицины был разработан определенный систематический подход, как лечить сепсис, как снизить смертность и экономические затраты на лечение таких пациентов. Но вся эта программа разработана где-то 10-12 лет назад. Что же такое сепсис? Сепсис – это на самом деле жизнеугрожающее нарушение функции системы органов, которое вызывается причиной нарушения функции системы органов, как реакция на инфекцию, как неконтролируемый воспалительный процесс, когда воспалительная реакция практически атакует свои собственные органы. Сепсис имеет самый высокий процент смертности при любом диагнозе, и 30% пациентов, которые поступают в стационар с диагнозом сепсис, умирают. Это очень высокий процент смертности. Я упомянула уже. Сепсис – это воспалительная реакция организма. Сепсис начинается очень просто, но очень быстро состояние ухудшается. Это определенные симптомы изначального воспалительного процесса в организме. Прежде всего, температура более 38 градусов или гипотермия меньше, чем 36 градусов, тахикардия больше, чем 90 в минуту, одышка больше, чем 20 в минуту, или низкое парциальное давление СО2 меньше 32. Увеличенное количество лейкоцитов или низкое количество лейкоцитов. Иногда, как я видела у пациентов, до возникновения лейкоцитоза снижается содержание тромбоцитов. И вот эта тромбоцитопения, она может манифестировать до развития лейкоцитоза. Первый слайд, который я хочу показать вам в отношении симптоматики, это хороший слайд, но не такой уж чувствительный. АСКО, это американское сообщество онкологов и европейское общество онкологов, они разработали так называемую быструю шкалу СОФА. Три основных момента, которые нужно увидеть у пациента. Если вы подумаете об этом, то вы сможете заподозрить сепсис. Прежде всего, это одышка, более чем 22 дыхания в минуту. Мы даже видим пациентов, у которых 40, но если уже 22, это проблема. Это изменение сознания пациента. Любое изменение сознания пациента вызывает тревогу, а также систолическое давление, артериальное давление, меньше чем 100 миллиметров ртутного столба. Это очень быстрая диагностическая симптоматика. Три основных симптома, которые могут насторожить сестру. И вы оповестите об этом доктору. Я говорила о том, как опасен сепсис, но сейчас мы будем говорить, как важно временной интервал, время, когда поставлен диагноз, время, когда начато лечение. Мы знаем, что из многих исследований, что скорость и правильные действия, то, как мы отвечаем на симптоматику в течение первых часов, серьезным образом оказывает воздействие на тот результат, который мы получаем. Прежде всего, нужно поставить диагноз сепсис. Как только диагноз поставлен, время пошло. И в течение последующих шести часов нужно сделать очень многое. Время определяет все. Как было уже сказано, научные исследования, которые занимаются и занимались проблемой сепсиса, это хорошо разработанные и работы, исследования. Но очень важно применять определенный алгоритм, общий алгоритм лечения и алгоритм действий. В течение первых трех часов, как только вы поняли, что пациент находится в состоянии сепсиса, три часа, первых три часа очень важны. Это тогда, когда время пошло. Необходимо прежде всего, что сделать? Это уведомить доктора. Не обязательно доктор ставить такой диагноз. Вы, медсестры, можете заподозрить это состояние. Если вы подозреваете, что у пациента сепсис, пожалуйста, скажите доктору, что, извините, но я подозреваю, что мой пациент находится в состоянии сепсиса. Измерьте, пожалуйста, состояние, количество молочной кислоты. Это простой способ измерения лактата. Необходимо взять кровь на посев до назначения антибиотиков. Вы, по крайней мере, нужно взять два образца крови. Если у пациента имеется центральный венозный катетер, нужно взять первый, например, забор крови из центрального венозного катетера, а второй образец крови уже взять из другой вены, потому что катетер может быть инфицированный. Затем назначить нужно антибиотики широкого спектра в течение вот этих трех часов. И затем в течение этих трех часов необходимо назначить 30 мл на килограмм кристаллоидов. Кристаллоиды – это обычно или это будет рентгеновый лактат, или физраствор, для того, чтобы снизить, повысить артериальное давление и снизить количество содержания лактата в крови. И необходимо, как я уже сказала, взять пассив крови и начать антибиотериальную терапию. И следующий момент, что нам необходимо сделать в течение уже шести часов от начала диагностики. Опять же, в течение трех часов время работает против вас. Вы должны работать очень интенсивно. В течение последующих шести часов нужно вновь измерить содержание лактата, если больше, чем два содержания молочной кислоты. Вы много раз видите, если вы начинаете инфизионную терапию пациента, лактата, уровень лактата снижается в течение трех часов. Например, если все равно лактат больше, чем два, то, опять же, вы понимаете, что у пациента сепсис – это еще один признак. В течение трех часов мы повторно измеряем содержание лактата, мы назначаем вазопрессоры, применяем вазопрессоры. Вазопрессоры – это препараты, которые вызывают сужение венозного русла и артериального русла. Это пинефрин, допамин. Эти препараты, которые вы используете для вазоконстрикции, вы не начинаете эту терапию сразу же. Но что происходит в сепсисе, что система кровообращения не работает должным образом? Происходит коллапс этой системы. Если у пациента продолжается снижение артериального давления, несмотря на то, что вы начали инфузионную терапию, вы назначаете, вы даете этому пациенту вазопрессоры, продолжаете вазопрессорную терапию. Если в течение 3, мы говорим, инфузионная терапия 30 мл на килограмм, это может быть различное содержание. До 500 мл инфузионная терапия или до 1000 мл. А в Соединенных Штатах, если у пациента имеется гипотензия, мы назначаем эту инфузионную терапию даже в таких значениях, в таких объемах. И, как я уже сказала, не только вот это 30 мл на килограмм, но увеличиваем инфузионную терапию до 500 и 1000 мл, если это нужно, если состояние гипотензии сохраняется. Что я хочу еще о чем поговорить? Если пациент, который изначально иммуносупрессирован, не погибает от рака, то пациент может умереть от сепсиса. Конечно, об этом нужно говорить, об этом нужно говорить с друг с другом. Иногда люди просто говорят, пациент погиб от рака, но на самом деле это не так. Большинство пациентов может погибнуть от сепсиса, и нам нужно лечить этих пациентов достаточно агрессивно. Это человек, которого вы, может быть, не узнаете. Но я пыталась найти фотографию российского гражданина, который погиб от сепсиса, но не нашла. Это человек, которого звали Пол Аллен, он и Билл Гейтс, они учились вместе в колледже, и они основали компанию «Микрософт». Прекрасный, умный, замечательный человек. Он являлся владельцем «Сиэтл Сихокс», или «Сиэтлские поморы», перевести можно это название. И от чего погиб Пол Аллен, умер? От сепсиса. Он не погиб от мелходшкинской лимфомы, он умер от сепсиса. И я хочу, чтобы вы поняли, что медсестры имеют возможность изменить ситуацию, как в клиническом смысле, так и на уровне работы систем и органов, изменить процент смертности от сепсиса. Мы должны поддерживать наших пациентов. Время – это та суть, то важное звено, которым нельзя пренебрегать. Еще раз я хочу сказать, это конец моей лекции. Мы обсудили, почему онкологические боли находятся в высоких группе риска развития инфекции. Мы обсудили признаки и симптомы инфекции и сепсиса. Мы говорили, поговорили о необходимости понимать значение времени, очень быстрого лечения, начала лечения. Предпринять действие нужно очень быстро, если вы заподозрили или даже поставили диагноз. Большое спасибо. Женя, большое вам спасибо за очень интересный доклад. Я хочу поблагодарить всех зарубежных спикеров за то, что вы приехали. Я, простите, не представилась. Серебренникова Наталья, Ассоциация медицинских сестер России. У нас был опыт сотрудничества с Американским обществом онкологических медсестер, и был замечательный проект в 2013-2014 году. Именно тогда мы начали... Меня зовут Серебренникова Наталья, Ассоциация медицинских сестер России. Я представляю Ассоциацию медицинских сестер России. В 2013-2014 году у нас был проект сотрудничества с вами, с Американским обществом онкологических медсестер. И именно тогда мы начали думать о том, каким образом расширить полномочия медицинских сестер, работающих в онкологической службе. Мы узнали от вас сегодня, услышали о том, как медицинская сестра может наблюдать первые симптомы тяжелых осложнений. В России, скорее всего, самое большое, что может сделать медсестра, это позвать врача, сказать, что доктор, я подозреваю, здесь такое осложнение. А как происходит у вас, если медсестра видит пациента, и ей кажется, что вот у него нейтропения развивается? Ваши действия? Прекрасный вопрос. Мы медсестры в Соединенных Штатах имеем ту же самую проблему. Нам нужно говорить с нашими докторами, чтобы получить лечение, которое мы хотим для нашего пациента. Но не медлите, поговорите сразу с врачом и вступите за своего пациента. Если вы видите признаки и симптомы, если вы контактируете с доктором и говорите, я знаю, что у меня, у пациента сепсис, и вот почему. И вы перечисляете все вещи. Это все то, что вы могли сделать для пациента, как медсестра. А уже дальше от доктора зависит, какое лечение он назначит. У нас то же самое, к сожалению, в Соединенных Штатах. И когда мы посетили Институт Петрова, мы были очень-очень воодушевлены тем, что вы сделали. Это просто что-то удивительное. Вы очень много делаете. Это культурное изменение. Но я бы хотела ввести вас, чтобы вы поговорили со своими докторами. И если вы знаете, что правильно, поговорите. То есть если вы опытная медсестра, вы знаете лучше, что хорошо для вашего пациента. Вам нужно поговорить с врачом таким образом, чтобы он был, с одной стороны, в очень уважительный тон, и подчеркнуть, что это их решение. Но нету причин, по которым вы вот именно так чувствуете. Очень хороший вопрос. И у нас, к сожалению, та же проблема. Можно я немножко добавлю то, что мы делаем в Европе, в Бельгии? Очень много времени назад у нас то же самое было, мы не знали. Нас учили, что мы должны позвать доктора. Но теперь важная вещь, это сделать так, что если сестры подозревают сепсис или какую-то серьезную инфекцию, вы должны сразу начинать, сразу оценить пациента, сразу взять необходимые анализы, культуру, посев. То есть вы делаете все сначала, а потом уже зовете доктора, что вы должны ввести, что вы хотите ввести, хотите ли вы ввести жидкость, хотите ли вы ввести антибиотики. То есть вы заключаете какое-то соглашение с доктором, как если бы вы были на равных. Спасибо большое. Да, если у вас высокий уровень лактата, вы знаете, что он повышен, вы видите, что у него изменен ментальный статус. И давление крови тоже неправильное. У вас уже хороший повод. Уровень лактата хорошо помогает. Проблема с лактатом. Еще одна вещь, что может повысить лактат, это кардиогенный шок или гиповелемический шок. Но это одно из показаний. Это очень хорошее показание. Спасибо большое за очень интересный доклад. Я медицинская сестра Национальной медицинской исследовательской Центра хирургии имени Вишневского. Александр Васильевич, Москва. У меня такой вопрос. Как вы проводите профилактику такого очень неприятного осложнения, как пролежние? Сталкиваетесь ли вы с этим? И какова у вас профилактика? Тем более у септических пациентов, когда назначают вазотоники, в течение, даже независимо от желания и ухода медицинской сестры, с назначением вазотоников, мы в течение буквально 8-20 часов можем получить уже пролежние. Спасибо большое. Вы совершенно правы. Есть пациенты, у которых кожа начинает отслаиваться и получаются раны очень быстро. Мы думали раньше, что пролежние у всех появляются из-за того, что мы их недостаточно двигаем, переворачиваем. Теперь мы знаем, что есть определенные пациенты, неважно, что вы с ними сделаете, у них появляются пролежни. Есть огромная хорошая профессиональная организация, это панель советников по пролежням у пациентов. Можете его погуглить. Национальная панель для экспертов по пролежням. И у них есть определенные назначения. То есть у пациентов с низким давлением. То есть есть определенные вещи у пациентов, которые, неважно, что вы делаете, у них возникнут пролежни. Не забывайте, кожа – самый большой орган нашего тела. То есть у пациента с всевозможными нарушениями, у которых нарушения в легких, в почках, все остальное. И, конечно, их кожа тоже будет отражать нарушения. То есть на самом деле вы должны просто двигать пациента как только можно больше. Но я уверена, что с вашим опытом вы видели, что вы двигаете, и их давление падает до 50. То есть вы должны просто поддерживать еще и высокое давление, хорошее давление, прежде чем начать его. Спасибо за вашу работу. Это очень трудная работа. Просто продолжайте делать то, что вы должны. Есть вопросы еще в зале? Спасибо большое за доклад. Я хотел бы со стороны врачебной немножко выступить. Я являюсь руководителем платной стены на терапии реанимации отделения гематологии, химиотерапии, трансплантации костного мозга. Поэтому для нас тема сепсиса и такого угрозного сложения, неидропеническая лихорадка, она достаточно актуальна. Но вот хотелось сказать, что у нас в России измеряют температуру в подмышечной области. Я знаю, что в Америке в основном эта температура измеряется в полости рта или измеряется ректальная температура. Она ближе к температуре ядра. Поэтому важно обращать внимание на пациентов, у которых температура в акселярной области подмышечной уже выше 37,5 градусов. То есть медсестра уже должна уделить внимание такому пациенту, особенно если у этого пациента развиваются такие явления, как озноб, потрясающие, потому что, как правило, в дальнейшем за счет мышечной продукции тепла увеличивается температура даже уже после назначения антиперетиков. То есть это уже можно считать по большому счету температуру выше 37,5 градусов и потрясающая ознобка, эпизод нейтропенической лихорадки у пациентов с низким числом гранулоцитов. И второй момент, опять же, обязательно медсестра должна измерить артериальное давление, пульс и сатурацию, если это возможно, и сообщить об этом врачу. То же самое касается, как говорили, ментальных нарушений, то есть нарушений сознания любого вида. И теперь по поводу SOFA. То есть сказали QuickSOFA, не все поняли о чем. На самом деле SOFA SCORE, так называемая шкала SOFA, это Sepsis Related Organ Failure Assessment, то бишь относящаяся к сепсису, дисфункция органов и систем. Она достаточно сложная, если говорить про обычную шкалу, это больше прерогатив врача. Но QuickSOFA действительно помогает медсестре быстрее оценить пациента, нуждающегося во врачебном контроле. То есть обратить внимание врача, что у нас есть такой пациент, то есть у него там чуть-чуть вроде как снизилось давление, что-то он начал забывать или говорить не попад, у него частота дыхания всего лишь увеличилась на 4 нормы, уже надо обратить на этого пациента внимание. То есть для чего существует эта шкала QuickSOFA? Ее в принципе надо внедрять везде, не только в отделениях, где пациент, скажем так, гематологического профиля, да, это пациенты хирургического профиля обязательно. Все, спасибо. Спасибо большое, это просто великолепно. Вы все правильно делаете. И спасибо, что вы отметили. Да, я имела в виду ректальную температуру или же температуру в катетерах, или же температуру пищевода. Да, вы абсолютно правы. Подмышечная температура может быть на 2 градуса ниже. Спасибо большое. Благодарю вас за... Да. Благодарю вас за интереснейший доклад. У меня довольно наивный вопрос, особенно на фоне нашей дискуссии о сепсисе. У меня вопрос по портам, порт-система. У вас повсеместно, да? Вы обратили внимание, что у нас редко где встречается у пациента порт-система. Повтори. И вопрос у меня таков. Опять же, повторюсь, очень наивный. У нас ведутся дискуссии на разных уровнях, в том числе с проверяющими органами, в каких перчатках нужно работать с портом, с порт-системой. И как часто нужно промывать порт-систему, если ее не используют длительное время. Спасибо. Нету такого вопроса, который не был бы хорошим. Тот факт, что вы хотите спросить, это очень хорошо. Когда мы ставим порты, мы ставим порты с маской и стерильными перчатками. Наши порты должны омываться каждые 30 дней. Мы должны промывать их каждые 30 дней. Если кто-то не получает что-то, если кто-то идет домой с портом, каждые 30 дней, как минимум, такой пациент должен промывать порты. Это то, о чем вы спрашивали? Да, спасибо. Это то, о чем я спрашивала. Спасибо огромное. Просто у нас ведутся дискуссии на эту тему. Кто-то говорит, что раз в месяц, кто-то говорит, что раз в полтора, даже полгода. И второй вопрос. Сейчас, Станислав Владимирович. Второй вопрос. В каких перчатках вы работаете с портом при уже том состоянии, когда порт уже есть? То есть, подключение, смена иглы и так далее. Спасибо. Мы используем стерильные перчатки. Я вам пришлю гайдлайны по долгосрочному обеспечению портов. Пожалуйста, напомните мне, как только я вернусь, я вам пришлю по мейлу У меня есть переведенные документы. Я вам в Институт Петрова пришлю документы. Вы можете сами их перевести. Пришлю переведенные документы, гайдлайны по тому, как работать с портами. Спасибо. Еще важное уточнение по порт-системам. Я просто занимаюсь имплантацией порт-систем активно в нашем стационаре и вообще сосудистым доступом. И у нас действительно существуют определенные рекомендации по промывке порт-систем, которые мы даем пациенту в виде памятки. Ну, а для медсестер, собственно, информация такая. Во-первых, очень важно не только то, как часто промываются, но и то, каким раствором, то есть, какой раствор используется. Если говорить о промывании порт-системы, когда она не используется, то есть, в перерывах между химиотерапией или наблюдением пациента, если он достиг ремиссии, то вот эти сроки до 3 месяцев относятся к той ситуации, когда мы используем специализированные растворы, например, раствор на основе тавролидина. Если же говорить о в физиологическом растворе, я думаю, что вы не используете гепарнизированный раствор на длительное время в Америке? Гепарнизированный раствор на длительное время. Нет, мы не используем. Мы использовали гепарин, когда мы вводили порты, но уже так не делаем. Мы используем физраствор. И я также хотела бы вас пригласить. Это точно та вещь, которую вы знаете. Вы можете прислать свои гайдлайны всем медсестрам в этом зале. Люди, если вы не ставили имейлы при регистрации, вы можете просто всем послать свои гайдлайны. Я бы попросила вас поделиться этой информацией со всеми медсестрами в России. Спасибо. На самом деле, в любом учреждении, где вы работаете, должен быть протокол по использованию того или иного устройства сосудистого доступа. Устройство длительного сосудистого доступа это действительно вещь, которая у нас в России только развивается. Почему? Потому что, скажем так, финансовые возможности нашей страны, они в сфере здравоохранения, конечно, пока достаточно низкие, да, ограничены. То есть не каждый пациент может получить эту услугу бесплатно в основном. И в том числе и в нашем стационаре, к сожалению, это пока еще относится к категории хозорасчетных услуг, как они называются. Да, да. Ну, хорошо, хорошо. Значит, я знаю, что в некоторых регионах это входит уже стандарт оказания медицинской помощи. Это, к сожалению, не во всех регионах, да, происходит. Но очень приятно видеть, что люди приезжают уже с устройствами длительного сосудистого доступа. И я, когда прохожу мимо где-то там в стационаре вижу, что это устройство установлено не у нас, ну, потому что я всех, как правило, знаю в лицо, пациентов. Я спрашиваю, где ему это устройство установили, он рассказывает, что да, действительно, у нас в регионе устанавливают это все абсолютно бесплатно. Поэтому это хороший признак. Я же говорю, что у нас все это только развивается. Я об этом обо всем знаю, вы не переживайте. Кстати, сегодня будет еще сессия, посвященная как раз-таки устройствам длительного сосудистого доступа в 12.30, по-моему, зал 10, если не ошибаюсь. Все, спасибо. Спасибо большое. Еще для пациентов, у которых проблемы с почками, это будет завершением моей GHU. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok